всем привет мои собирается за шаурмой с утра пораньше давайте ладно я пойду тогда купаться вы ключи возьмите ладно мы собрались сегодня поехать красную площадь вот мне надо в зару зайти в магазин и софи еще нужно посмотреть мешок для угли потому что не будет переодеваться написала нам уже учительница вчера 1 сентября мы идем в школу линейки у нас не будет вот но у нас будет классный час и я написала что не будут кушать наверное вечером у нас софия будет вечером и наверное пойдем это предполагаю вот все равно нужно сменку она сказала с собой обязательно брать до софи все дела свои сделала они у нас едет в поезде я с ней списывалась едет еще да она в два часа по вам подъедет волгоград у нее все в порядке нормально конечно неудобно у нее верхняя полка очень неудобно а вот залазить туда во первых ночью же она поехала люди все спали подушки не было блин но сейчас сказала подушку нашла все нормально лежу правда год холодно с петуха год очень сильно дует и гранаты укрывайся давайте у нас на улице пекло вообще невозможно чет прям быстро вы кстати классно мама там черная заваривала потому что когда это завтракать садились они не хотела зеленый я заварила черный а у нас пакетик как только зеленый руки помыть ну чё зай как тебе все мы поехали красную площадь побоже успел поспать пока мама собиралась искупалась поспать пошел в комнату дверь закрыл ты посмотри чтобы его никто это не отвлекал от сна переписывала сейчас сани все она приехала ира встретила ее жарко как вообще прям не могу сейчас быстренько надо зайти в торговый центр что прохладно да я сейчас хотела сказать потом будет тебе холодно иди подойди поздоровайся с ним лишь он пляшет смотри ты моя девочка салан пошлите шли в магазин такие вот спортивные костюмы продаются по россии потом дома вам покажем что он выбрал так все папочку поздравляем с покупкой купил себе спортивный костюм футболку и кроссовочки домой приедем он оденется а софия себе пола купила но потом домой приедем по это померяем тебе понравилось пашу как всегда по первое то что когда покупаешь лапа вот такая вот костюм вроде аккуратно ничего красиво да заручился все мы побыли в заре купили теперь нам нужно пойдем в биржку купить платочки софии мне хорошо спасибо чё ты хочешь зайти ты сперва покажите ты выбрала это конфеты не пахнет прям вообще сейчас выберет себе конфетки их тут море аккуратненько чтобы не уронила до ты повнимательнее смотри не знаю не знаю акула он черный киты черные ау не знаю все пошли ты чуев там смотри сколько много глазки возьми Где глазки? Спасибо большое. Все? Ну, сейчас, если посмотрим, если раздают, то возьмешь, хорошо? Пойдем. Все? Пока, говори. Короче, мы потеряли нашу машину. Куда поставили? Папа сигнализацию включает, ее что-то не слышно. Все, нашли. Наша ласточка. Ага. Прикольно. Домой приедем, будем пробовать. Блин, ну вот с этого я не могу. Клевый такой. Блин, папа встал-то. Мы приехали в храм. Такая красота у нас. Отдели с офушкой. Платочки. Софичка! Дочь! О, какой у тебя красивый платочек. Чуть-чуть его подальше. Да, вот. Красоточка. Правда, они такие гладенькие, развязываются. Ну все. Мы побыли в храме. Помолились так хорошо. Сейчас. Куда, Паш, поедем? Мыть машину? Сейчас поедем на автомойку. Это наша малышка вся грязная, пыльная. Вот девушка тут такая красивая. Мы приехали домой. Машину так и не помыли. Все мойки заняты. Кто через час, кто через два года, приезжайте. Кто по записи. Завтра утром поедем в церковь. Вот. Ну, с утра. И потом заедем. Там рядом есть. Автомойка. И заедем. Сейчас пойдем подумаем. В магазине что купить, покушать. Потом придем, покажем распаковочку. Я тут уже все вещи сложила. Чего вам показать? Разложила? Что мы купили? Все, пошли. Маша, ты. Иди, дай. Я домой, дай. Да, папа. Папа. А чей это мячик, дочь? Не знаю. Мы пришли в антрекот рядом с домом. Мы заказали шашлык, а София шаверма. Пахнет как вкусно, да? Что, все? До свидания. Пошли. Спасибо большое. Взаимно. Решили вам сделать обзорчик вещей, которые мы сегодня приобрели. Начнем, наверное, с Павлушки, да? В этот раз Павлушка решил выбрать себе спортивный костюм вот с эмблемой России. Вот с эмблемой России. Тут герб у нее, у него все дела. Футболочку он взял. Потом кофта, которая одевается через верх. И штаны. И вот такие вот кроссики он купил. Короче, зашел в магазин, и там продают вещи с Олимпиады. Ну вот, Пашочка, посмотрите, какой. Он только какой. Истинный патриот своей страны. Да. Но мне нравится. Очень. Кефочку не хватает. Но я там смотрел, кефки какие-то мне понравились. Найти, как он просит. Все. Ага. Кофточку, да? Так. Ну вот, типа Олимпийки. Ну это как кофта сверху надевается. Да. Можно вот так делать. Ну да. Кстати, еще вот надо, не было в магазине, курточки сверху, такая, чтобы она была. Чуть-чуть тепленькая, на осень. Сильно такой прям не надо. И чтобы она не промокала, потому что у нас как бы дожди почаще ходят. Ходят дожди почаще у нас. Идут дожди почаще. Сума для мошки. Да, давай покажем поближе. Самое главное, ты можешь чинить, чтобы ничего не потерять. Да. Кстати, еще это, у него сумка через плечо есть, но она уже все не катит. Надо какое-то такое под кожу, и я думаю, темного цвета. В Adidas сегодня что-то носки, когда смотрела, и забыла поставить сумку. Ну, короче, вот посмотрите, какой у нас папаня. Красавчик. Мне нравится, Паш. Стрижечку еще. Стрижечку еще это, чтобы... А то уже, смотрю, зарастаешь потихонечку. А так вообще мне надо... Повернись. Качество очень хорошее. Она, знаете, не сильно теплая. Не сильно теплая, но и это нормально. Сюда можно еще под нее какую-нибудь такую, знаете... Как она называется, Паш? Нателка. Вот, какую-то нателку купить. Вот, можно надевать. И вообще будет хорошо. Штанишки, да. Помогает статью. Да. Вот эти покупочки папе сегодня сделали. Класс. Так, дальше. Софиечка тоже себе там выбрала такую футболочку пола. Ой, а что так засветилось? Вот так, наверное, получше будет, да? Так, вот, смотрите. Вот такое вот пола София выбрала. И в Заре... Это что ж такое? И в Заре взяла вот такие себе леггинсы на физкультуру. Все, она леггинсы любит. Говорит, так, мам, будет холодно, а у меня леггинсов нет. Спортивный костюм мне не купила. Вот такой взяли ей мешочек под обувь, под вторую. Нужен обязательно. Я его уже подписала. Подписала его обязательно. Потому что у нас один был. Крестная Софина присылала. Вот. И она его утеряла. У него появились ноги. И он потерялся каким-то образом. Его не нашли. Так что попробовала вот так сделать. Но София сказала, будет за этим тщательно следить. Так, эти носки я взяла себе. Кстати, Паше носки не взяли. Потому что ему вот сюда подходят или белые, или черные. Или синие. Но я думаю, больше, наверное, синие. Только белые, серые и черные. Что в Пуме, что в Адидасе, спортмастере. Синих нет. Но попозже посмотрим. Еще взяла в Модисе два вот таких красивых шелковых платочка. Софии и себе. В церковь ходить у нас не было платочка. Вот сейчас я их постираю. Завтра тоже. Сегодня уже надевали их. Завтра тоже надо будет надеть. Вот. Ну, сейчас я покажу, что купила себе. В Заре купила вот такую белую маечку. Она такая, знаете, она, ну, как прозрачная, но она плотная. Качество ткани плотное. И купила вот такой вот бежевый. Ну, знаете, на камере оно как-то коричневое, что ли. Какой-то непонятный какой-то цвет. А вживую такое светло-бежевое. Она потоньше, чем вот эта вот. И купила себе вот такие вот плотные джинсы. Мне очень понравились. Хотела брюки купить. Я их мерила. Но потом, когда померила эти джинсы, мне они понравились больше, чем брюки. И купила вот такую вот тоже в Заре рубашечку. Я люблю рубашечки. Они такая вот длинная. Вот. У меня есть такие теплые штаны. Кюлоты. Вот. Под них можно надеть какую-нибудь из них маечку, кюлоты. И сверху эту рубашечку. Или просто джинсы. Тоже сверху эту рубашечку. И купила себе вот такие вот. Как их правильно назвать-то? Я уже забыла их название. Они как ни ботинки, ни шлёпки. Мне понравились такие, знаете, интересные. Внутри такие мягенькие, хорошие. Вот сейчас я теперь это всё померю. Вот она на мне, маечка. Штаны. Тоже как кюлоты. Мне нравится. Сейчас ещё рубашечку сверху надену. Вот. Вот так это смотрится с рубашечкой. Вот так. Качество такое хорошее. Плотненькая рубашечка. Но не хлопок это. Вот так вот и выглядит с белой маечкой. Мне нравится. Тут белый вверх, вниз тоже белый. А бежевые ботинки, как они правильно называются, я думаю, что очень даже и неплохо. Вот сверху надела рубашку под майку. Короче, вот так вот это выглядит всё. Ой, белый цвет вообще такой прекрасный. Свежесть. Я не знаю, прям очень красиво. Но маркий. Маркий вообще. Ну, как-то так. Такие вот были покупочки у нас сегодня. Мне всё понравилось. Всё хорошо. София пришла с улицы. Да, накупалась. Мы с папой, кстати, тоже выходили. Сидели. На улице-то хорошо, свежо. Папа у нас уже спать лёг. Ну, он как спать? Он в гостиной лежит. Смотрит своих этих. Он уже спит. А, спит уже? Да. А смотрел он что? Как? Австралийские золото. Золото какие? Короче, золото добывает. Ему нравится смотреть передачу. Попросил меня включить. У нас телевизор же это. То работает, то нет. Звук есть? Нет. Сейчас, Зай. Звук есть на телевизоре? А изображения нет? То включается, то не включается. То включается, то нет. Вот сейчас телевизор не работает. Он на ноутбуке включил. И, походу, наверное, уснул. Сейчас пойду выключу, чтобы он спал. Кстати, вот. Дай поближе покажу. Вот такие София купила себе. Я еще хочу. Как они называются правильно? Мармеладки. Так. Яйцо. Бананчик был. София бананчик съела, и мы с папой съели. Софии не понравилось. Софии понравилась Кока-Кола. Ну, а вот это, по-моему, у нас такой вкус. Вот это вот акула или кто это там? Ну, наверное, акула. Вот Кока-Кола, лягушатник. Это аккуратненько смотри, чтобы это, а то спать нам. Я хочу еще вот таких вот купить, и побольше яичек, если они будут вкусные, глазок, вот этих вот Кока-Кола, лягушек. Лягушек, лягушек. Ну, лягушек. Кстати, вот такой вот глазик. София купила три, один съела, и один мне дала. Вот. А один кушай. Только давай аккуратненько, чтобы у нас это, сахара здесь не было на кровати. А то ох, как нам будет ночью спать неприятно. А я затеялась. Хочу Софии пуговки перешить вот сюда прям. Вот сюда. И, наверное, завтра... Сегодня, наверное, уже поздно. Сейчас у меня стирочка достирается, и все. И надо ложиться отдыхать. Завтра нам рано вставать, в церковь ехать. Сейчас сделаю Софии сарафанчик. Достираюсь. Ага. Кушай. Ну, он такой мягкий-мягкий, да, какой-то? А внутри какое-то желе, по-моему, клубничное, что ли. Ну, если честно, мне не очень понравилось. Очень сладкие. Очень сладкие. Прям вообще. Папа тоже бананчик укусил, чуть-чуть поел, говорит. Ну, нормально, но очень сладкое, да? Давай, все, больше не ешь. Хорошо, София, оставь это на ночь. Не надо. А то, не дай бог, тошнить будет. Вот, Литя. Жаркий, мне лишний сон. Папе на завтрак. Ага. Папе на завтрак. Так, давай, отнесу я это. Ты вот кушаешь этот глаз, а мне пить охота прям. У меня в горле все пересохло. У меня сладкое во рту. И когда сладкое поел, я люблю, я всегда хочу пить. Время святую водичку. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик и ставьте свои комментарии. Всем пока-пока. Да, друзья, будем вам желать всем, кто ложится спать спокойной ночи. Вот, всем пока-пока. До завтра. До завтра. Пока-пока.